В прошлом году, здесь же на этой площадке, я выступал с докладом о основных показателях заболеваемости и смертности в Северо-Западном федеральном округе. Учитывая то, что к тому моменту я был главным нештатным детским специалистом, детским онкологом, сейчас, честно говоря, не знаю, приказы меняются, но, по крайней мере, все-таки, вот я понимаю так, что это довольно актуально, злободневно. Посмотреть основные тренды, я напомню, что территория у нас довольно большая, кроме всего прочего, в Северо-Западный федеральный округ входит единственный анклав российский, который расположен на самом западе, Калининградская область. Ну и вот здесь основные демографические показатели населения по населению, наш округ пятый в России, по детскому населению, по-моему, если не ошибаюсь, седьмой или восьмой. Детского населения не так много, но и вот эти области, несмотря на то, что они расположены довольно компактно по отношению друг к другу, это огромная территория, огромная по протяженности, по распространенности и по пустоте, по плотности населения, ну, одна из наиболее, наверное, незаселенных территорий вообще в России, несмотря на то, что у нас есть Сибирь и так далее и тому подобное. Всего отделений на нашей территории, которые предусмотрены для оказания помощи детям с онкологическими заболеваниями, шесть, вот я здесь написал шесть, три из них расположены на территории Санкт-Петербурга. Я условно сюда включил отделение гематологии первой городской больницы, оно официально не значится как онкологическое, но кроме этого есть еще институт имени Горбачевой, в котором, в общем-то, детям оказывается специализированная помощь и в настоящее время существует отделение. В регионах это отделение детской онкологии, у нас называется химиотерапия в Архангельской области, в Республике Коми и в Калининграде. Больше отделения нет, на самом деле и потребности, наверное, нет, учитывая низкое, малое количество проживающих в тех или иных территориях. Первичная онкологическая заболеваемость в нашем округе, она за обозреваемый период, за десятилетний период, несколько выше, нежели в Российской Федерации. Но надо сказать, что за последние годы тенденция такова, что в нашем округе заболеваемость снижается, вот тренд, тем не менее, он более высокий, нежели по России. Ну и вот посмотрите, сравнение статистической заболеваемости в Российской Федерации и в Северо-Западном федеральном округе показывает, что все-таки у нас более значимое повышение идет заболеваемости. Но в то же время есть территории, вот четыре территории, в которых заболеваемость за этот период имеет тенденцию к снижению или, во всяком случае, вот вышла на некая плата. С чем это связано, сложно говорить, но на мой взгляд, да и это в общем-то общепризнанным, основной причиной этого всего является недоучет пациентов, которые появляются на той или иной территории. Плохо работают канцерорегистры региональные и в общем-то это является первопричиной вот этих показателей. Здесь надо очень серьезно работать в тех территориях, которые указаны. И вот здесь выпадает показатель заболеваемости в Ленинградской области, он тоже всегда вызывает вопросы, вот почему в Санкт-Петербурге одна из самых высоких заболеваемостей, причем традиционно, десятилетиями это наблюдается, а в Ленинградской области низкая. Вот я еще в прошлом году говорил, что надо очень хорошо поработать, понять в чем причина, ну причина я думаю в том, что люди, дети, проживающие в Ленинградской области, они имеют регистрацию в том числе и в Санкт-Петербурге и фиксируются как жители Санкт-Петербурга. Другого объяснения просто-напросто не найти, потому что говорить о том, что в Ленинградской области более, скажем, тяжелые условия жизни, которые способствуют развитию, точнее наоборот, гораздо лучшее условие жизни, это способствует низкой заболеваемости, я думаю, что не приходится говорить. За последние пять лет, в общем-то, практически во всех территориях, за исключением Ленинградской области и Калининграда, первичная онкологическая заболеваемость выросла, и вот видите, показатель где-то выше 14 наблюдается в четырех территориях, это Архангельская область, Санкт-Петербург, Новгородская и Республика Коми. Причем в Республике Коми наиболее высокие темпы роста заболеваемости, это немножко позже, но и за последние пятилетия, вы видите, в сравнении с предыдущим пятилетием, рост заболеваемости в нашем регионе составляет более 19%, в то время как в России около 4,5%. Ну и прирост первичной онкологической заболеваемости, как видно из этой картинки, он довольно значительен, и в то же время, вот в тех территориях, о которых я говорил ранее, Калининграде, Карелии и Псковской области, отмечается снижение, и довольно значительное, особенно это касается Калининграда и Псковской области. Соотношение заболеваемости смертности, оно в общем-то не является официальным, но тем не менее, это довольно важным, на мой взгляд, является показателем. В какой-то степени это характеризует и уровень, собственно, самой службы, уровень качества. Это очень важно, когда мы сравниваем Россию с северо-западом, посмотрите, у нас заболеваемость выше, чем в России, и в то же время показатель смертности ниже. Этот кумулятивный показатель, он довольно благоприятный. Смертность падает, это тенденция общая, она касается, в общем-то, и России, но тем не менее, у нас она более устойчиво имеет показатель. Ну и это подтверждается и статистическими инструментами. Здесь я взял те же регионы, о которых говорил, когда я речь шла о заболеваемости. Посмотрите, вот в этих регионах как раз вот нет такой устойчивой тенденции к снижению, может быть, за исключением Республики Карелия. Смертность от онкологических заболеваний детей за обозреваемый период составила указанные показатели, где-то выше, где-то ниже, но так или иначе, все это имеет тенденцию, приближающуюся к трем. Обращаю внимание, что в Санкт-Петербурге наиболее высокая смертность, причем она довольно-таки достигает критики, надо сказать, что более высокая смертность от онкологических заболеваний в городе Москве. Это при том, что мы говорим о том, что именно в этих городах существуют центры, центры высокотехнологичной помощи, тем не менее, вот показатели смертности наиболее высокие. С чем это связано? Ну, здесь надо разбираться. Ну, и мы видим, что если заболеваемость за последние пятилетия выросла где-то на 19%, то смертность снизилась почти на 18%. Прирост онкологической заболеваемости наблюдается в том же Калининграде, Петербурге, Мурманской области и Псковской области. И в то же время в ряде территорий, в частности в Коми, Карелии, Вологодской, Архангельской области и Ленинградской области, отмечено значительное снижение, превышающее 25%. Ну, и выводы довольно простые, они вытекают, собственно, из презентации, которую вы только что наблюдали. Я их не буду зачитывать, они довольно очевидны. Благодарю за внимание. Вопросы задавать будем во время дискуссии, я так полагаю, да, Светлана Санна? Ну, а теперь я поделюсь с вами следующей презентацией, пожалуйста. Уже со своим опытом, как оказывается, помощь детям с онкологическими заболеваниями в Архангельской области. Для того, чтобы все это как-то проанализировать, я не стал брать собственные материалы собственного обсчета, а взял просто официальные статистические данные, изложенные вот в этих материалах, для того, чтобы не было мысли о том, что где-то, где-то тут что-то подыгрывается, где-то что-то подмазывается для украшения. Все это изложено в тех данных, которые доступны рассмотрению, любому человеку, они все открытые. Все начиналось вот с этих прекрасных людей, моих учителей, профессора Кудрявцева Александровича, заведующего кафедрой детской хирургии, одного из любимых учеников Баирова Гирея Ильича, и академика Дурнова Лева Абрамовича, отца детской онкологии в нашей стране, которые однажды в середине 80-х годов во время дружеской встречи договорились о том, что нужно подготовить специалистов для Архангельской области в области детской онкологии. Это был я, выбор пал на меня, ну и дальше, в общем-то, все началось. Начиналось все довольно грустно. Лечение тогда осуществлялось в разных отделениях детям различного онкологического профиля. И вот в 1993 году, посмотрите, заболеваемость была 13 на 100 тысяч детского населения, и смертность достигала 9,2. Довольно грустная была ситуация, и на самом деле все это выглядело бесперспективно, фатально. Кто работал в те годы, помнит, насколько это все было тяжело, насколько тяжелыми были больными и казались, и такими были с неходшкинскими лимфомами, с лейкозами. Все было как-то совершенно грустно. Ну и поэтому были поставлены определенные задачи, которые надо было решить для того, чтобы улучшить, собственно, наказание помощи. Если помнить, ну здесь немного людей, которые помнят это, как раз в начале 90-х годов к нам зашли фонды, которые назывались КЭР, Германия, и вот они прошли вот такой узкой полосой от Минска, от Белоруссии и до Дальнего Востока. И по вот этой прямой открывались отделения. Отделения открывались в Центральной России, в Сибири, на Дальнем Востоке. На север, на юг они не заходили. И вот эти отделения, которые они опекали, они опекали их по-настоящему. Специалистов обучали в лучших клиниках Европы, помогали с препаратами онкологическими. А все, что было в других местах, мы развивали сами, и в общем-то это было очень-очень непросто. И вот мы поставили тогда задачу в середине 90-х годов открыть отделение для того, чтобы объединить специалистов, которые оказывали помощь детям с различными заболеваниями в одну команду, учитывая то, что в общем-то профиль-то одинаковый. И в конце концов в 2001 году в мае мы это отделение открыли на 20 коек, учитывая то, что в то время говорили, что онкологические отделения без чистой гематологии быть не могут. И сейчас об этом говорят. Мы взяли, еще включили туда гематологические койки на 5 человек, ну 5 коек. Отделение было открыто. И в 2004 году мы получили уже вот такую картину, то есть тенденция к улучшению, она была очевидной. Но в то же время были очень серьезные вопросы, касающиеся в первую очередь тех заболеваний, которые встречаются наиболее часто, в частности лимфоликоз. Ремиссия при остром ликозе у нас достигала 70%, в России 85%. Ну и вот самый страшный показатель, то что смертность в индукции при ликозах составляла более 30%. Это в общем-то говорило о том, что люди, которые занимались лечением ликозов, недостаточно квалифицированы в этой области. И тогда были поставлены следующие вопросы, подготовка кадров и врачебных, и сестринских. Мы с вами прекрасно знаем, что от среднего медперсонала очень много зависит достижение результата в той области, которая называется детская онкология. Об этом немножко позже. Ну и было понятно, что самостоятельно, самостейно развиваться крайне сложно и бесперспективно. Поэтому вопрос стоял о партнерском участии в многоцентровых клинических протоколах. Почему именно так, я немножко позже вам скажу, но было такое понимание. И вот мы вступили в протокол, который назывался в то время МБ-2002. Первый протокол по лечению ликозов в России был МБ-91. Автором его является Карачунский Александр Исакович. И в общем-то протокол, чем хорош, он открыт для всех. Вот мы вступали, и было понятно, что таким образом мы будем повышать свою квалификацию, хотя очень все непросто было. Очень серьезным вызовом было желание взять на себя лечение подростков в возрасте до 18 лет в 2006 году. Надо сказать, что в то время вот мои выступления на разных конференциях вызывали смех со стороны моих коллег и говорили, зачем тебе это надо. Это очень тяжелая категория пациентов, их очень сложно лечить. Другое дело, что с 2009 года вся Россия уже была вовлечена в этот процесс, но мы с 2006 года взяли на себя, и в чем проблема? Вот посмотрите, ведь в этом возрасте у подростков, несмотря на то, что заболеваемость выше, но смертность при лечении во взрослой онкологической сети была значительно выше, более чем в два раза, нежели у детей. Считалось, что у них другие опухоли, считалось, что они менее чувствительны к проводимой терапии, но было понимание, что все-таки опухоли те же, и их надо лечить так же, как и детей. И вот мы за это взялись, посмотрите, вот уже в 2006, 2006 год это еще дети, а вот 2008 год это уже с подростками, и мы увидели, что в общем-то роста смертности, это как такового нет. То есть мы на правильном пути, и вот с той поры все подростки стали лечиться у нас, тем более, что это было желание и организаторов здравоохранения нашего региона, и родителей, и детей, собственно. В настоящее время Архангельская область, она занимает огромную территорию, в общем-то в большей степени пустую. Демографические показатели таковы, что за последние 15 лет, 18 лет, население уменьшилось, ну будем говорить, где-то на 300 тысяч. Население уменьшается и значительно уменьшается, в том числе и детское население. Вот 230 тысяч, в то время как в 2001-м оно составляло более 300. Ну и отделение, в общем-то, оно довольно типично создано, оно приспособлено помещении на территории, на бывшей территории кафедры детской хирургии, которой я заведую, но достаточно хорошее, там есть и 4 бокса, которые в общем-то, в общем-то приспособлены в том числе и для аутотрансплантации костного мозга. Приточно-вытяжная вентиляция, вентиляция хорошая, и пациенты, которые там находятся у нас, они во многом защищены в том числе и от госпитальных инфекций, которые являются бичом всех крупных, в том числе и онкологических учреждений. И вот проблемы, которые возникли у нас по ходу работы в течение вот этих 18 лет. Ну, недостаточная база для оказания полного объема помощи всем пациентам. Надо было решать вопрос, как же лечить детей, в том числе с крайне редкими заболеваниями, с теми, которые требуют очень серьезной квалификации хирургов в том, что касается солидных опухолей. Ну и вот мы, в общем-то, пришли к выводу, что те пациенты, которые не требуют высокотехнологичных этапов лечения, должны лечиться на месте и не выезжать никуда. Учитывая то, что охват протоколами довольно серьезный, партнерскими отношениями, мы, в общем-то, на этом остановились и таким образом работаем. А вот те пациенты, которые недостаточно могут пока получить помощь на нашей территории, они должны, мы считали и считаем до сих пор, обязательно показаться в тех центрах, которые обладают другими возможностями, но лечиться они все равно, лечиться им приходится у нас. То есть там оказывается какой-то определенный этап, высокотехнологичная помощь, а все остальное, и они с удовольствием к нам возвращаются и лечатся в нашем отделении. Текучесть кадров. Ну, я знаю, что эта проблема очень серьезная и касается всех территорий. В общем-то, первые работы, посвященные профессиональному выгоранию, так называемому, были посвящены как раз людям, которые работают в области детской онкологии. И нас, разумеется, это тоже коснулось. Вот посмотрите, за 18 лет врачебный состав обновился полностью, не просто полностью, а двукратно обновился. Единственным, кто остался с 2001 года, это я, хотя я не штатный сотрудник этого отделения в настоящее время, но вот я-то остался, а все остальные ушли. Ушли кто куда? Кто уехал в Камбоджу, кто уехал в Нарьинмар и так далее и тому подобное. Люди уходили из профессии, потому что на самом деле, не мне вам рассказы, какие возникают проблемы и довольно тяжелые проблемы, в том числе и личностного характера, исходя из того, что мы, в общем-то, умираем с каждым пациентом. Надо было решать вопрос, как же готовить специалистов, учитывая то, что к тому времени уже специалиста детского онколога можно было подготовить только через клиническую ординатуру. Ну и учитывая то, что из клинических ординаторов, которые уехали в центральные города учиться, последним, кто вернулся, был я, а это было в 1987 году, было понятно, что это совершенно бесперспективная деятельность, надо было решать вопрос на месте. Ну вот я создал программу по подготовке в ординатории у себя, ну и вот мы стали готовить детских онкологов на территории Северного государственного медицинского университета. Вот здесь есть главный детский онколог Республики Коми, Карманов Андрей Леонидович, он тоже был моим ординатором, он студентом моим был и ординатором. Кроме того, понятно, что для того, чтобы вызвать интерес специалистов к своей дальнейшей работе, надо было как-то показывать, что доступны в том числе и ведущие специалисты в этой области, в том числе авторы различных книжек и статей и так далее. Ну и вот за это время у нас побывали все ведущие специалисты России, и не только России. И вот эти контакты близкие, они во многом помогли становлению тех людей, которые в настоящее время работают у нас в отделении. Я говорил про участие клиники в многоцентровых протоколах. Дело в том, что основными поводами для участия в многоцентровых кооперированных протоколах являются вот эти показатели. Участие в протоколах является доказанным как самый эффективный путь улучшения результатов лечения, работа в команде. В МБ протоколе более 50 клиник, причем постоянно мы собираемся, обсуждаем возникающие проблемы, тут же их решаем, ну и получение объективных результатов потоки. Довольно быстро можно делать какие-то определенные выводы. Вот этот протокол МБ, и вот в результате работы в этом протоколе, посмотрите, как изменилась ситуация. Пятилетняя бессобытийная выживаемость более 85% это на нашей территории, это не результаты исследования, собственно, протокола. Достижение ремиссии уже 100%, я напомню, что была совершенно другая картина, было 65%, но и смерти в индукции, еще раз повторю, это очень важный показатель, за последние годы у нас просто нет. Мы справились с этой проблемой, а это показатель, в общем-то, очень хорошего уровня профессионализма людей, которые работают с этими пациентами. Кроме того, копирированные исследования в настоящее время довольно сложны, учитывая то, что появляются новые факторы прогноза, довольно дорогостоящие исследования, и в каждой территории внедрять вот эти методы обследования, я считаю, нерационально. А вот когда мы работаем в команде, есть возможность использования референс-центров, это позволяет добиваться каких-то результатов. Ну и вот просто в качестве напоминания, показываю вам по опухолям головного мозга, те маркеры молекулярные, которые необходимо, скажем так, учитывать при назначении терапии. Разумеется, это все очень дорого, это все очень сложно, но когда есть возможности работы в одной команде, и есть референс-центры, все это возможно, и довольно-таки просто и обычно получается. В отношении быстрой оценки, я уже говорил, повторяться не буду, но и очень серьезной проблемой также является отсутствие онкологической настороженности у врачей. Я думаю, что сидящие здесь встречались с подобными больными, еще более страшными ситуациями, когда вот дети такие ходят по улице, их все видят, но никто не говорит, что надо как можно быстрее оказаться у онкологов. Вот они ходят, 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 и когда появляются у нас, мы уже, в общем-то, где-то разводим руками, хотя мы пытаемся лечить, но понятно, что при таких опухолях добиться положительного результата крайне сложно, и путь очень сложный, но и чаще всего он, в общем-то, заканчивается ничем, к сожалению. Для этого был создан модуль детской онкологии в циклах усовершенствования врачей. Дело-то в том, что и врачи-то это видят, и многие забывают о том, что у детей бывают опухоли, и надо постоянно напоминать, был создан модуль, ну и, кроме того, вот с 2015 года мы создали модуль детской онкологии уже в рамках подготовки додипломной студентов педиатрического факультета. Недостаточная квалификация среднего медперсонала довольно серьезно влияет на результаты, собственно, достижения хороших результатов лечения. Мы с этим столкнулись с самого начала, и, в общем-то, бросалось в глаза, что далеко не всегда сестры, подходя к пациенту для инъекции, помоют руки. И этому надо было учить. Это ведь очень серьезно. Вот это мелочь, но мелочь настолько серьезная, настолько важная. И поэтому было понятно, что этим надо заниматься, надо сестер учить, как работать правильно, и поэтому все наши беседы, разговоры, они мало на что влияли. И вот в 2006 году мы вместе с норвежцами разработали совместный проект по совершенствованию компетентности именно среднего медперсонала, когда медсестры наши уезжали в клинику на определенный период времени в Тромсе, работали с сестрами университетской клиники, а норвежские сестры приезжали к нам. И действительно, в настоящее время вот те проблемы, которые у нас существовали, они уже перестали быть актуальными. Актуальными они бывают только тогда, когда приходят на практику студенты и остаются у нас работники. Вот их надо учить. Но, в общем-то, эта проблема решаема, учитывая общий уровень подготовки уже среднего медперсонала. Орфанные заболевания. Сама по себе детская онкология – это, собственно, именно медицина орфанных заболеваний, но есть еще и в этой группе очень редкие заболевания, которые исчисляются единицами на всю страну. И вот здесь возникает проблема, как лечить. И было понятно, что лечить на своем местечковом уровне – это неправильно. Надо лечить их там, где есть хоть, ну, пусть небольшие, но в то же время потоки. Есть какой-то опыт. И вот этих пациентов мы стараемся отправлять вот именно в эти центры, хотя в последнее время стали возникать очень серьезные проблемы, в частности, с институтом Димы Рогачева. Раньше они говорили «присылайте всех», а сейчас стали возникать проблемы, все это откладывается, приводятся объективные какие-то причины этим отказом. Но это беда на самом деле, потому что вот таких пациентов должен лечить даже не то, что какой-то один центр, и даже не одна страна, их должен лечить весь мир. И вот на постоянном контакте, у кого есть опыт, у кого нет опыта, в общем-то мы должны связываться и решать эту проблему. Мы пытаемся делать так. Ну и вот, посмотрите, заболеваемость у нас растет, это тенденция свойственная и стране, и, разумеется, мировым показателям, и в то же время смертность, она снижается довольно устойчиво до значительных показателей. Вот последние у нас показатели 1,3 на 100 тысяч детского населения. Мы считаем, что мы, в общем-то, достаточно неплохо работаем, но вот такое ощущение, что где-то уже уперлись лбом в какое-то непреодолимое препятствие. Вот дальше, скорее всего, мы не переступим эти показатели, будем вот где-то вот болтаться в этих рамках, потому что для того, чтобы улучшать дальше результаты, необходимо какое-то определенное революционное движение на уровне, собственно, всей специальности, которая называется детской онкология. Ну и в свое время Лев Абрамович Дурнов говорил о том, что он, в общем-то, не жалеет, что выбрал своей жизнью детскую онкологию, хотя это было абсолютно в то время, в начале 60-х годов, абсолютно безысходная такая вот фатальная медицина. И в то же время за периоды вот его жизни мы дошли до того, что мы говорим о том, что можно достигать хороших результатов, большинство детей можно излечивать. И вот я люблю показывать эту картинку. Несколько лет назад в клинике меня остановила вот эта парочка интересная возле лифта. Я не сразу вспомнил их, потом женщина мне напомнила. В 1995 году к нам поступила в клинику девочка, 14-летняя, с огромной опухолью, придатков матки. В то время таких детей у нас оперировали взрослые гинекологи и в основном проводили органово-носящие операции, то есть ампутация, надолагалищная, учитывая злокачественность процесса. Такие были подходы во взрослой онкологии. Но далеко они везде. У меня было другое понимание. Я приехал после учебы в аспирантуре в онкологическом научном центре. И в операционной у нас я должен был ассистировать на операции. Я стал им доказывать о том, что не надо делать такой операции, надо убрать придатки. То, что является в настоящее время стандартом на стороне поражения. Ну, так получилось, что через 10 минут в операционной остался я один. Я пошел к своему учителю, Валерию Александровичу Кудрявцеву, объяснил ситуацию. Он помылся вместе со мной. Мы прооперировали, сделали то, что, в общем-то, я предлагал. Так вот, эта девочка, второй ребенок той девочки. Она взрослая. А девочка поступила к нам в клинику по поводу пупочной грыжи. Это, в общем-то, то, для чего мы работаем, для чего мы живем. Благодарю за внимание. Продолжение следует...